Флаг украинский стоит, страна Канада, и сзади портрет царя. Но все ясно. Нет, ну что-то там есть какая логика, но вы неправильно терминологию используете. Возможно. А не тот ВПН, который выбрал ваш собеседник. Если царя, это не значит, что за Россию, значит за Российскую империю. Тут флаг у вас канадский, канадский. Флаг канадский, потому что, а сзади меня или у вас программа показывает? Программа показывает украинский флаг. Ну, у вас кепочка характерная и флаг. А вы видите, как канадский флаг, как он выглядит? Как он выглядит? Вот так он выглядит, как у меня или по-другому? Ну, по-другому, по-другому. А вы видите, канадский флаг? Ну ладно, неважно. А чаще с каким-то движением можно сказать. Ну хорошо, а вы откуда приехали в Польшу, это не секрет. Ну, я с разных мест. Может из России. Ну где жили больше всего до Польши? В Москве. В России. В каком городе? В Москве. В Москве. Ну, хорошо. Если Москву знаете или следите за развитием транспортной инструктуры, можем по Москве побеседовать, если желаете. Если нет, задавайте свои вопросы. Да, я особо не хочу. Все ладно. Хорошо. Что бы тебе было легче со мной разговаривать? Ну, короче, ручишь швай. Ну, считай так. Я приму твою водную. Можете лошок позорный. А где вы сейчас находитесь в данный момент? В квартире. А вы где? Не, я говорю не именно про точное местоположение, а про страну. где-то находитесь. Ну, я тебе даже город скажу. Город Торонто, слышал? Да. А ты в каком городе находитесь? Я украине находитесь. У меня, страна, я и так вижу. Город важен. Город какой? Мариуполь. Мариуполь. Мариуполь? В Украине? Ну, хорошо. Ладно. А по-честному? Подождите, а что ладно? Типа Мариуполь, это не Украина? Ну, сейчас он Украине не принадлежит. По вашим законам это оккупированной территории. Он же даже по вашим нормам не под Украиной находится. По-честному, сокол это города. С Днепра небось. А за кого вообще? За Россию или за Украину? Ты как в детском садике. За волнулись засосы. Может, и они за того не знают. Я не пойму, вы так общаетесь, а просто не по мускулой стороны. Говорите, по вашим законам вы просто... Вы по вашим украинским законам. А как я должен говорить? Если они в Украине живут. Не, ну так... Если с албанцем буду говорить о его законах, я буду говорить по вашим албанским законам. А как иначе? Нет, так если вы с Украины были, вы сказали, по нашим законам... Ну, если бы я уже жил в Украине, то да. Ну, я же... А, то есть местожительство решает, за какую политику ты... Я же тебе сказал, что я в Торонто живу. В Торонто в какой стране? Ну... Канада, бля. Вот. Двой друг знает. Он говорит. Поэтому, если бы я про Канаду говорил, я бы сказал, по нашим законам. А если бы про другую... А вы за... Какую сторону за Россию или за Украину? Так, какую вы сторону поддерживаете? Я за независимую слабо-женщину. Я из Харькова уехал. Ну, понятно. Ага, лошадь. Недолго музыка играла. Недолго, пока я танцевал. Ты чё? Говори, говори. Теперь нормально. Слава Украине. Знаешь, сейчас поменяли. Раньше был... Ответ на Слава Украине был героем славы. А сейчас Байден приказал Зеленскому, прислал Моки Сорбер, в связи с военными действиями, заменить на Украин, Хейстов и Сплит Апарт. Не слышал? Сегодня весь телеграмм этой новости. Шо, ебать? Ну, давай потренируемся. Будь круто. Я тебе говорю славу Украине, а ты мне отвечай. Украин Хейстов и Сплит Апарт. Давай по частям. Украин Хейстов и Повторяй. Мужик, ты чё? Ты чё? Ты чё обкурился, мужик? Я не пойму. Чё, не можешь повторить? Где такое продается? Подскажи. Я тоже хочу прибиться. Ну, закажи, и тебе привезут. С заставкой. Ты откуда? Ты откуда? С какого города? Я тебя сам закажу. Я из Днепра. Давай, заказывай. В Днепре-то достать травку или что покруче, не проблема. Ты откуда сам? Я сам из Тарон. Слышал? Тарон? Наступает решительный момент. Повестки-то всех на руках. Ну что ж, проанализируем обстановку. Срать надо в неё, блин. Танцер. Срать в Украине, блин. Ну... Ну... Украина... Украина... Я помню. Украина, это гнойная отрыжка коммунистического режима. Понял? Почему так? Это моё коронное выражение. О! Из Харькова? Да. Ну, вы рискуете, товарищ. А о чём я рисковать? Как вы думаете, зачем большевики слили русский город Харьков в Украине в 1918 году? Ленин и Троц? Не, так глубоко историю не знаю, извиняюсь. Не знаю. Так глубоко не знаю. Меня... Меня... Я почему такой смелый? Меня и с бывшими боятся. Потому что я... Потому что я бывший командир отдельной роты химзащиты. И в 90-е годы... РХДЗ. РХДЗ защиты. РХДЗ защиты. РХДЗ защиты назывался. Ну, химзащита просто. Тогда была. И вот я... А, в советское время. Я скоммунизировал пару баллончиков Иприта. А также маркировку Зарин. Я на Иприт так лил маркировку Зарин и сделал на растяжке. У меня как бы всё... Они не знают где растяжки. И если они подорвутся, то они на полкалометра всё отравят. Поэтому они мой дом стороной обходят. Я в частном секторе. Ну, в частном секторе жили. Да. Они в мой дом стороной обходят. Они знают, кто я. И они боятся даже подходить. Это знаешь, когда... Когда это самое... Слышал такого? Ежов был в СССР. Под неё, конечно. КЭБ. Ну, это НКВД тогда называлось. Когда Ежов решил арестовать Будёнова, вот. Он приехал, а Будён и его охрана начал отстреливаться. Он роту вызвал автоматчиков. Они отстреливались от НКВДшников. И Ежов срочно звонит Сталина и говорит, Иосиф Виссарионович, что делать? Вот он отстреливается. А Сталин говорит, оставь в покое этого дурака. Да. Мы поэтому Будёнова не арестовали. У меня много исторических роликов на канале. Заходи, посмотрим. Ну, я сохранил, я сохранил. Да, да. Смотри, тебе понравится. Ты же, ты же, я слава. А вы что заканчивали, товарищ? А вы что заканчивали? Ну, я заканчивал один из химических... Химический факультет технического вуза, скажем так. А потом я был... По гражданскому? По гражданскому. Но потом я был на сборах ещё пару раз. И имею учёную степень. Диссер защищал. Поэтому мне... У меня высшее звание по запасу. Вы не военные сили. Вы не военные сили. Ну, по запасу военные. Но я разбираюсь в этом деле. То есть я и по гражданке имел дело с отравляющими веществами иногда. И у меня высшее звание капитан, который может достигнуть на гражданке. Ну, я понял. Командир отдельной роты химзащиты. Ну, хорошо. Жду на канале. Давай успехов. Песня. 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 Партия Ленина – Сила народа, нас рыхлухом не верит. В Сталинском намного лучше. Я Сталин. Молодец, что поешь тогда Сталин. А был еще Хрущевский. А до этого Сталинский был интернационал. Мне из всех правителей больше Сталин нравится просто. Какой гимн? Как называется? Наберешь в Ютубе. Напечатаешь. Вот как я говорю. Официальные и неофициальные и неофициальные СССР. Запомнила? Официальный гимн СССР? Официальные и неофициальные. Гимн СССР. А, запомнила. Сейчас смажу. Вот так на петушку и смотри ролик. Хорошо. Все, пока. Что? Новый год не закончился. Признак нового года это сосновое дерево, хвойное дерево, а отнюдь не иллюминация. Ой, вы прекрасный одессит, я правильно думаю Да нет Откуда вы взяли? А у вас такой типа говор, типа одесский Да я харьковчанин вообще-то Говор у меня харьковский, а я одесский На то пошло Не-не-не Менера розмога у вас такая, типа одесская достаточно А, ну пусть будет по-вашему Окей, может какие-нибудь вопросы ко мне есть Ну не знаю, пане, типа, что я вас могу спросить Типу, как справа, хіба? Да как справа, безон слева, антилопа сзади, все стандартно А вы часом, типа, не цель, не коментували, типа, українське радіо в 90-х роках? Нет А у вас такие, у вас такие голос дуже схожий В профессиональной смысле? Да, 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 да Нет, ну я профессиональный лектор, я в вузе лекции читал В 90-е в том числе Ага, ну то я в годах-то 9 Но на радио не работал Не, ну вас одну дуже правильного голос поставили Спасибо, спасибо за комплимент Ну окей Ладно, вы приятный человек Желаю вам, чтобы вы лично, чтобы вы не пострадали от войны Ни вы, ни ваше имущество, ни ваши родственники Ой, дуже вам дякую А можете сказать, а можете сказать, типа, не знаю, говорить Харків Объективное Хорошо, говорит Харків Можете сказать? Говорит Харків Сегодня 18 градусов Солнечный Ага, класс, класс Не, ну насправді у вас, типа, дядько, типа, голос такий классный Та не, а вы, напевно, десь працювали, типа, певно Я могу сказать по-английски Харків говорит 18 градусов сейчас Класс Боже, як це круто Ну хорошо, ладно, успехов вам Не, ну, вас просто, типа, баритон, такий, типа, ну, розумієте? Ну я понял, спасибо за, спасибо за похвалу, я шпальчон, да Ну добре-таки, тримайтеся Ладно, всех благ вам Их, в общем-то, всех и назвали русские Потому что это глагол Русские, это какой чей отвечает В соседней стране 70 миллионов Они нас ненавидят за это, за то, что мы живем хорошо Ненавидят И будут ненавидеть всегда Просто потому, что мы есть и живем хорошо Уровень интеллекта у Миколы Рушниця, на самом деле это Геннадий Хазан, по-моему, никак его фамилия Это уровень интеллекта креветки из Азовского моря Хорош А вы не знаете, здесь какого? 60 километров от кордона с Польщей Ага Как вы думаете, какая это может быть область? Сумска? Вау Сумска область межует с Польщей? Вы смеетеся? Без лишнего шума узнай, кто сейчас здесь Стримит Зарабян Первый секретарь Армении Первый секретарь обкомов Камчатского, Белгородского и Волынского Воробьев из Краснодара приедет завтра Ага, вот с ним и Зарабяном завтра Совместный стрим Не надо испытывать наше терпение На любой выбор У нас есть консольный ответ Вплоть до самых крайних мер И я хочу напомнить горячим головам Под оранжевыми знаметами От Хайкова до Гиева 480 километров А до границы с Россией 40 Вставай, страна огромная Вставай на смертный бой С нашей искресилой немною С оранжевой чумой Но ты мне улица родная И мне погоду дорога